Всем привет, друзья! С вами Realize. Это продолжение рубрики из грязи в князи. Друзья, хочу сразу извиниться за то, что давно не было видео на канале. Дело в том, что я уехал в Москву по делам. У меня сейчас очень мало времени свободного. Плюс ко всему у человека, у которого я остановился, очень старый компьютер. Даже слабее, чем у меня дома. Поэтому снимать здесь видеоматериал очень сложно. Здесь все виснет, все лагает. Плюс ко всему, не было микрофона. Мне пришлось объездить все магазины, чтобы купить хоть какой-нибудь микрофон. Так что сразу извиняюсь за качество картинки и звука. Возможно, какие-то ошибки будут вылетать по ходу съемки данного видеоролика. Но, друзья, вот такие условия. Других у меня нет пока что. Итак, начнем. Что произошло за время вашего отсутствия? Ну, я все так же продолжаю выводить пятизвездное потомство. Пока безуспешно. Выводится у меня максимум только четыре. И на данном этапе у меня все так же девять человек пятизвездных, остальные четырехзвездные. И я очень мало сейчас времени уделяю данной игре, потому что мало свободного времени. Если вы со мной вместе начинали с данной рубрики развиваться, то, в принципе, у вас должны даже быть лучше показатели. Потому что, ну, вы постоянно можете играть. У меня такой возможности нет. Итак, сейчас у меня все воины теперь пятизвездные. Все воины у меня пятизвездные, чтобы я их больше не трогал и мог спокойно их дальше качать и развивать. Также я взял еще себе одного пятизвездного мужика и прокачал ему до 30 уровня бойцовский навык. Для чего? Для того, что когда я буду впоследствии улучшать казарму до четырех человек, то у меня сразу будет готовый боец. Поэтому, друзья, всегда вы должны иметь запасных бойцов. Если, например, вы отведете качать до 40 уровня, чтобы вам на подмене, например, были бойцы хотя бы 30, если на тот случай, если на ваш замок нападут. Ну, то есть обязательно нужно иметь в запасе прокачанных бойцов. И он у меня пятизвездный, поэтому я его сразу до 30 качнул. Продолжаю перерабатывать осколки. Очень мало осколков осталось, практически все переработал. Сейчас вам покажу. Вот, то есть я перерабатывал белые в зеленые, зеленые в синие. То есть синие пока не трогаю. Вот у меня есть уже 55 осколков. Это у нас уже на 5 эпических вещей каких-нибудь. Вот видите, друзья, опять у меня пропадает интернет. В таких условиях приходится снимать данный видеоролик. Итак, друзья, вчера вышло обновление, где появилась возможность, если вы зайдете в тронный зал и нажмете изменение замка, появилась возможность выбрать себе фон, погоду, мост, флаг, черепица, стены, в общем и так далее. Сразу скажу свое мнение о данном обновлении. Друзья, ну ужасное обновление, которое в принципе ничего не дает. Оно выкачивает с игрока огромное количество алмазов. А алмазы, вы сами понимаете, это либо адский труд, либо это деньги. У кого много денег, пожалуйста, то есть это ваши деньги, вы можете себе поставить любой фон, любую погоду и так далее. Но для обычных игроков, да, я вам скажу сразу, друзья, не стоит тратить алмазы вот на эту чушь. Она не влияет на игровой процесс. Вообще запомните, в любой игре не стоит покупать вещи, которые не влияют на игровой процесс. Вот эта погода, это те же самые собачки, питомцы, то есть попугаи и так далее. Это просто понты. То есть люди, когда заходят к такому человеку, видят, что у него по дому бегает собака. Максимум, что можно подумать об этом человеку, что ему либо деньги девать некуда, либо он просто понтуется, что вот у него много там алмазов, он себе может это позволить. И так что обновление абсолютно бестолковое для меня лично, потому что я не собираюсь здесь ничего покупать. Цены здесь бешеные. Я не знаю, на что рассчитывали разработчики, когда это делали. И здесь максимум, что можно сделать, это вот флаги. Есть уникальные флаги, нам там доступен первый флаг. Далее клановый флаг. Ну, то есть вы уже там сами решаете. И также национальные флаги, я вот себе выбрал национальный флаг, поставил флаг России, чтобы... Никнейм у меня на английском языке. И когда какой-то там враг, либо просто человек захочет посмотреть мой замок, он увидит флаг России и сразу поймет, что это аккаунт русского человека. Ну, для чего это надо, ребята, честно, я не знаю. Ну, просто поставил флаг России, больше из этого обновления я ничего трогать не буду. Потому что разработчикам нужно что-то менять. Вы либо ставьте за алмазы, либо поставьте какие-то цены, что ли, поменьше, я не знаю. Либо какие-то условия добычи другие. Например, по кускам что-то можно было бы собрать, какую-то погоду из ящиков, например. Как пазлами собираешь, у тебя появляется полноценная погода. Ну, то есть, обновление есть, даже, ну, посмотрите его, в принципе, да, вот. Нажали, посмотрели. Вы можете только посмотреть, вот так, как оно выглядит. Всё. И да, это красиво, всё тут продумано, всё хорошо. Но это, ребята, дорого, но это не стоит своё внимание заострять. И уж тем более не стоит тратить на это алмазы. Я тоже покупать здесь ничего не буду, чтобы вам показывать, так как можно любую погоду, любые фоны можно посмотреть самостоятельно, за бесплатно. Итак, друзья, ну, давайте-ка сходим на арену, сейчас зарегистрируемся, посмотрим, что у нас получится. Всё, правда, здесь лагает у нас жутко. Пойдём мы за билеты. Как вы видите, я накопил себе 14600 очков арены. При этом я себе ничего больше не приобретал, никаких сундуков, никаких рун и артефактов и так далее. Будем ждать понедельника, посмотрим, какой артефакт, какие предметы принесёт нам понедельник. И постараюсь уже в понедельник вам отснять вот в таких же условиях ролик. И мы посмотрим, стоит ли покупать артефакты и вообще, какие там предметы появятся. Первой стратегии, ребята, пойдём, будем вот, не будем пропускать первую фазу и нападаем там на одного из самых слабых игроков. Поэтому, друзья, нормально ролики будем снимать тогда, когда я вернусь домой в любом случае, потому что здесь, ну, мне очень сложно снимать. Так что сегодня вот эта запись мне на самом деле очень сложно даётся. У меня то компьютер включался, то, ну, в общем, всякого рода были проблемы с записью. Поэтому, друзья, вы не переживайте, я никуда не пропал, просто пока у меня дела. И это всё продлится, я думаю, ещё недели-две. Так, давайте покажу вам свои призовые места. Вот 67 первых, 54 вторых и 53 третьих. Как вы видите, в большинстве случаев занимаю первое место. Но были, друзья, моменты, когда я захожу на арену, и меня тут же отвлекают, здесь вот, находясь в Москве. Да, меня отвлекают по каким-то делам. Я вообще забываю, что я пошёл на арену, и я даже ни на кого ни разу не напал. А таких ситуаций было, ну, раз в 15. И я плюнул и перестал ходить на арену, потому что, ну, настолько занят, что я даже забываю, что я зарегистрировался на арену. Зарегался, свернул игру и забыл. И, соответственно, проиграл бой. По предметам, друзья, ничего я не выбивал. Ничего я не выбивал нового, ничего. То есть, какие-то выпадали мне амулеты. Я их надел. Ну, давайте сундуки пооткрываем, что ли, пока у нас там поиск идёт. Точнее, второй фазы ждём. Мышка здесь, друзья, тоже лагает. Может, два раза сама щёлкнуть. Ну, очень плохие условия. И не хотелось бы, конечно, таких условий вам снимать. Поэтому в комментариях, друзья, пишите, стоит ли в таких условиях вам снимать видеоролик, либо ждите две недели, когда я приеду домой. Я, конечно, понимаю, что качество ужасное записью. Дальнейшие планы всё такие же. То есть, я буду ходить на арену, продолжать выводить пятизвёздное потомство. Сделаю себе 20 человек пятизвёздных. Качну себе шестой тронный зал. Шестого тронного зала начну тоже весь замок улучшать, строить новые комнаты и так далее. Параллельно буду перерабатывать кристаллы с оружием и разных предметов. Ну и готовиться к порталу, друзья. Будем ходить в портал. Так. Здесь мы нападаем на самого первого. Ну, что-то какой-то мощный парень, весь фиолетовый. Раз некоторые им наносят. Ну, давайте попробуем. Хуже не будет, друзья. Парень мощнее нас. Очень много эпика плюс донат-сет с Аргония. Как вы видите, он тоже составом в три человека смог победить Аргония. Так, да, друзья. И мы его убиваем. Отлично, зарабатываем на нём 42 очка. Друзья, очень приятно, когда вы меня на арене встречаете, пишете в чате, что вы смотрите мои видеоролики, поддерживаете меня всячески. Это очень меня мотивирует на самом деле. Мне ролики снимать для вас вообще не сложно. Просто, ну, я вам уже объяснил свои обстоятельства на данном этапе. Вот, вот, видите, сама мышка всё приближает. Друзья, очень сложно снимать в таких условиях. Насчёт рекламных сундуков. Из рекламных сундуков мне ничего интересного не выпадало. То есть, за всё это время ничего интересного. Амулеты какие-то синие. На основном аккаунте мне тоже ничего интересного не падало. Вначале как-то эти рекламные сундуки радовали. Какие-то эпические вещи падали. Сейчас такого нету. Насчёт брони, друзья. Есть персонажи, которые меня могут победить. На арене, причём легко. Если у вас броня, например, на лучнике и на танке со скелетами. Вот такие персонажи могут победить легко мой состав. Потому что, во-первых, у меня эпическая броня, но она на 25 уровень. А у них броня на 30 уровень, она со скелетами. Там практически такое же количество здоровья и урона даже больше. Плюс есть два скелета. Где можно достать такую броню? Такую броню можно достать на данном этапе из сундуков мастера. Можно достать такую броню. То есть, их нужно постоянно покупать. Но я не хочу тратить на это очки. Поэтому, вот, какой есть состав, такой есть. Так, ну, здесь мы бьём самого нижнего. Самого лёгкого. Зарабатываем 30 очков. Сейчас нужно сходить будет на вторжение. Чтобы просто так время не терять на видео. Друзья, на арену я схожу один раз, второй раз я на арену не пойду. Но мне неудобно снимать. Поймите меня правильно. Я, конечно, хочу для вас снимать. Но не могу. Не могу снимать подолгу. Я даже не могу нормальной этой мышкой в замке передвигать комнаты. По комнатам передвигаться не могу. Вот, видите. В райт-клике какие-то и так далее. На следующую съёмку постараюсь какую-то другую мышку найти. Может быть, дело в мышке. Не знаю. Ну, просто условия действительно ужасные. Так же у меня не получался лук. До сих пор не получается на стан. И ни арбалет, ни лук на стан не получаются эпические. То же самое с постами на воскрешение. Когда я перерабатывал кристаллы, зелёные в синие, я постоянно ставил изготавливаться посох на воскрешение. И вы, друзья, не поверите, ни одного посоха на воскрешение. Ну, конечно, у многих такая проблема, что посохов нет. Ну, вот видите, как снимать. Я не могу даже просто передвинуть. Постоянно открывается комната. Так, давайте мы ещё вторжение пройдём, пока у нас ожидание следующей фазы. Так что, друзья, броня со скелетами решает, если вы её сможете достать, то есть из сундука мастера, то это очень-очень крутая броня, она лучше, чем эпическая. Ну, по факту уже, как бы, уже это испытано. У меня эпик, у человека синие вещи, и он меня очень легко убивает. Это, кстати, был мой подписчик. Я на него напал, он был на пятой фазе выше меня. И я ему проиграл, потому что у него там броня была со скелетами, и он легко меня убил. У него у танка была броня со скелетами, и у лучника. И там просто четыре скелета, которые разорвали мне весь отряд. Вот здесь вот такая неловкая ситуация, что передо мной уже такой человек, на которого я уже нападал ранее. Поэтому нам приходится бить самого нижнего. Ну, то есть, друзья, здесь очень много стратегий. И не факт, что если вы самый сильный, вы займёте первое место. Когда вы самый сильный, вот прям самый сильный, первое место и даже ещё сложнее получить. Потому что вы пропускаете, к примеру, первую фазу. Дальше вы любого бьёте, кто выше вас, вы зарабатываете 45, если вы очень сильный, вы зарабатываете 45. И когда вам нужно заработать там 40, либо 38, либо вместо 30, ну, то есть, поменьше заработать, но вы не можете мало заработать, так как вы любого быстро убиваете, зарабатываете максимум очков. Поэтому быть самым сильным даже тоже сложно. Особенно это на малых аренах, потому что здесь слишком мало дают очков за убийство вышестоящего. То есть, всего лишь на 15 больше. То есть, и бой очень долго идёт. Когда арена уже будет у вас 70 уровень, там проще заработать первое место, если вы самый сильный, проще. На маленькой арене очень тяжело всё это высчитывать. У меня было очень много арен, где я вот, ну, самый сильный, и какой бы я стратегией не пользовался, абсолютно любой, я всё равно занимаю второе и третье место. Не могу занять первое место, потому что я сильнее любого, и я всегда зарабатываю максимум очков. А игроки, которые чуть-чуть послабее меня, они, допустим, нападают на вышестоящего, они зарабатывают не 45, как я, а 43, 42, 41, и всегда находятся подо мной. То есть, они подо мной там, у них постоянно заварушка, а так как я постоянно максимум выбиваю очков, я просто стою на первом месте, и мне приходится бить нижних. Поэтому, такое себе не расстраивайтесь, что если у вас, как бы, сильный, например, сильный состав, а вы там занимаете второе и третье место. Бывает такое, друзья, и как бы на это никак вы не повлияете. Невозможно занимать постоянно первые места. Так, всё, последняя фаза у нас. Ну да, есть у нас вариант. Вот, если бы не вот этот персонаж, нам пришлось бы просто опять бить нижних, потому что на этого мы уже нападали. 143. Больше, чем у нас. Броня, как вы видите, тоже лучше, эпическая, и она у него вот вообще, маг весь в эпике одет. Ну, будем нападать. Попытка не пытка, но ничего страшного, если вы проигрываете. Заодно вы делаете аналитику. И понимаете, кого вы можете убить, а кого нет. Ну да, здесь он проигрывает, конечно. Потому что у него посох на восстановление. Был бы на воскрешение и один танк. Было бы, конечно, веселее. У него завышенная здесь мощность. Сейчас объясню, почему. Я уже объяснял подобные ситуации. Во-первых, у него круто одет маг, я ничего не могу сказать, но смотрите, кольцо эпическое, но урона магического нет. Это минус. Далее, здесь нету силы магии. Это тоже минус. Ну, броню можно не смотреть. И здесь посох, который восстанавливает, а не воскрешает. А игра все равно считает это по максимуму. Понимаете, она все равно считает, что это эпическое оружие. Неважно ему воскрешение, восстановление. Он определенное количество мощности ставит на нее. Соответственно, то есть то же самое. Здесь кольцо. И игре не важно, есть тут урон или нет. Она все равно эпическая. На 29 уровне он тоже сюда закидывает мощность. И как бы вот это кольцо, оно вообще не для мага. изначально. То есть это для воина. Вот эти все показатели лучше. Ну и, соответственно, здесь тоже нету силы магии. Далее мы смотрим. У него меч. Если меч, друзья, вы берете в руку, значит вам нужна броня на воина. Иначе вы бьете не сильно. 2300 это немного. То есть это чуть выше среднего. Но и у вас скорость атаки-то у него не быстрая, а обычная. Если бы были ножи, то и урон был бы выше, и скорость атаки была бы больше. Здесь тоже каша получается. Так, здесь есть урон. Ладно, отлично. И здесь то же самое. Когда вы берете себе разбойника, у которого большой урон 3200 аж. Но он живет мало. Вот смотрите, что он сделал. Посмотрите на этого человека. Магический урон он надел на разбойника. А вот это вот кольцо надел на мага. Если бы он кольца поменял, уже немножко даже другая была бы ситуация. Поэтому, друзья, нужно быть повнимательнее к вещам и одевать вещи для лучника, значит они для лучника. Если вещи для воина, значит они для воина. Не нужно как бы ничего мешать пробовать рыцарские доспехи на лучников одевать на магов одевать кольца на воина. То есть это все неправильно. Игра вам засчитает мощность, но она не будет действительной, как вам уже обещал. Ой, как вам я вам уже извиняюсь, рассказывал. Все, друзья, забираем мы первое место. На этом, друзья, я буду заканчивать видеоролик, потому что снимать мне сложно и нерв не хватает. И мало того, сейчас вообще может компьютер выключить, поэтому лучше ролик закончить именно сейчас. Всем, друзья, удачи, всем пока, увидимся на канале. Пишем в комментариях, стоит ли снимать мне в данных условиях с данным качеством видеоролики. Либо ждите две недели, я приеду домой. До встречи, друзья.